Доброго времени суток, друзья! В эфире 20 выпуск частного мнения Игоря Калинина. И сегодня я попытаюсь осветить такую тему, которая будоражит Россию и все страны, кто взаимодействует с Российской Федерацией. Это внесение поправок в Конституцию. Значит, все происходит по обычному сценарию. То есть, кто-то, будем так говорить, Владимир Владимирович Путин выдвинул 22 пункта, то есть, есть у него идеи. И эти идеи должны быть решены почему-то вот так вот скоропалительно, быстро, в течение одного или двух месяцев. То есть, в своей передаче сейчас вот я опираюсь на русскую службу BBC. Ну, мне эта статья очень понравилась, которую они вот здесь сейчас написали. По крайней мере, разложили по полкам отношения юристов, о которых в нашей стране, в России, так сказать, мало кто спрашивает их позицию вообще. И отношения авторов проекта, вот эти внесения этих поправок, очень любопытная вещь. У нас народ думает в основном душой. То есть, понравится или не понравится. Такое ощущение, ну, сейчас вот выйди на улицу, сделай опрос и задай вопрос, ну, с одним единственным вопросом. О чем или какие поправки будут внесены? То есть, вам идти на референдум, голосовать. Знаете ли вы, за что вы будете голосовать? Ну, я думаю, 90% населения ответит, мы не знаем. Потому что, сами поправки, у нас, во-первых, мало кто читал Конституцию, основной закон. В свое время я хотел опираться на нее, на Конституцию. Я уж не помню, что-то, я даже где-то скачал ее, читал. Очень интересные моменты. Вот. Если все делать правильно, то жизнь не была бы такой суровой, как сейчас у нас. Вот. И еще один момент есть. Откуда такая, ну, спешность? Мы не знаем никаких, ну, простому человеку неизвестны эти закулисные игры, там, борьба за власть, еще там за что-то. Какие причины вот так вот резко и круто менять Конституцию? Вот. Это вот один из моментов. И еще один момент. Мне так и хочется просто эти слова произнести. Путин и Ленин – близнецы-братья. То есть, десяток добрых лет, то есть, мы не слышали от Владимира Владимировича никаких таких вот глобальных каких-то инициатив там по изменению основного законопроекта. В основном все касалось частных решений, как бы сказать, частных вопросов, которые, ну, просто как снежный ком, они валятся каждый день. И часть из них просто в сторону откидывается, ну, как нерешаемая часть откладывается, ну, и какая-то часть решена. Никто не говорит, что, допустим, никто ничего не делает. Законов за последние эти 12 лет там вышло уймища просто. И эти законы, они очень сильно изменили жизнь в стране на самом деле. Просто они идут незаметно. Так вот, по сообщениям, как бы сказать, Елизаветы Фокст и Анны Пушкарской, то есть, это BBC корреспонденты, вот они очень интересно разложили, я вам даже покажу, очень интересно разложили сами вопросы. То есть, с одной стороны, вопросы авторов проекта, с другой стороны, вопросы юристов. То есть, закономерно ли вообще вот эти действия. Как выяснилось, все не так однозначно. Вот страничка в интернете BBC, Русская служба Ньюс. Ну, мне нравится статья, я просто ее открыл и сразу понял, что вот это то, что нам нужно с вами. Вот. Вот здесь, во-первых, что меняется, что делается. Нужно изменить несколько поправок. И вот здесь вот пишут, что с одной стороны поправки не будут меняться, где основополагающий строй, то все, вот первая и вторая глава не затрагиваются. Но, здесь же юристы говорят, что вот такой вот объем поправок, которые хотят принять, недопустимо. Пакетное изменение Конституции недопустимо, иначе это будет принятие новой Конституции. Это во-первых. То есть, каждая поправка должна отдельно обсуждаться и отдельно делать. Если бы, допустим, дальше идет, еще интересно, вот у этих поправок нет общего предмета. То есть, они должны приниматься, каждая поправка должна приниматься как отдельный законопроект и обсуждаться. А еще самое интересное, вот здесь вот, имеет ли юридическую силу голосование по проектам Конституции. Вот это, друзья, вообще поразительная штука. То есть, вот, Павел Крашенинников у нас заявляет, это всероссийское голосование, юридически значимое. От него будет зависеть, вступит ли в закон силу или нет. Но я обращаю на это внимание, это не опрос, а юридически значимое голосование. Елена Ульянова, профессор, говорит, это голосование не имеет ничего общего с законом о порядке внесения поправок в Конституцию. И оно не будет иметь никакой, никакой юридической силы. И вот здесь вот, везде пишут, что никакого всероссийского голосования там нет. Законный проект в Конституции самой. То есть, законный способ предусмотреть эти голосования, это только провести референдум по проекту новой Конституции. То есть, хотите новую Конституцию, пожалуйста, делайте новую Конституцию. Здесь люди пытаются, вернее как правительство пытается решить вопрос очень серьезно. То есть, выставить народ как основной гегемон, да, которым решает законность или незаконно тот или иной документ. Хотя, юридически мы этого делать не можем. Вот. Вот такие моменты очень странные в этом деле. Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования, вот президент пишет, и сказали, хотят они эти изменения или нет. Чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая принимает этот закон о поправках. Либо отклоняет его. Тут же пишут юристы, юристы пишут, что исходя из 136 статьи Конституции поправки, поправки вступают в силу после поддержки федерального и регионального парламента. Такие законы не могут быть витированы президентом. Не знаю, что такое слово витирование, но факт то, что народ не может одобрять просто так. Ну. Вот так вот. Еще есть момент такой. Можно ли вносить поправки в основную, в преамбулу, так сказать, в начало. Для этого это тоже проблема. Вот. То есть, получается так, что прежде чем голосовать, нужно понять, нужно ли вообще, нужно ли это вообще голосование кому-то. Дело в том, что, вот еще я согласен вот здесь вот с этим моментом. Вот, ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты главы Конституции. Мы просто добавляем там моменты какие-то. Ладно. Но есть всегда опасность. Я с этим полностью согласен. Из-за поправок подвергаются опасности основы конституционного строя. Причем предлагается не вносить поправки напрямую в первые и вторые главы, а поправками в остальные главы лишить их силы. Например, упразднить полномочия Совета Федерации путем создания Государственного Совета. То есть, добавление этого непонятного органа идет в ущерб принципу разделения власти. Ну, как мы знаем, у нас есть исполнительная и законодательная власть. Вот эти вот моменты, это очень такие, не все так просто. Вот они пишут одно, юристы говорят другое. То есть, вот эта сторона говорит, это говорят авторы поправок. То есть, что у нас типа все хорошо, все нормально и все будет в порядке. Очень это момент спорный. Вот такая вот непонятная ситуация. Я вам коротко рассказал. То есть, очень интересная на самом деле. О чем бы речь ни шла, речь идет об изменении в Конституции. На самом деле, вот такие шаги, принятые пакетом, вот реально тоже непонятны. То есть, юридически нужно брать каждую поправку, рассматривать ее. Вот с моей точки зрения, вот мое частное мнение. Люди, которые это делают, они не просчитывают последствий применения этих законов. Мы уже, я уже сталкивался с этим, вот в узкой специализации. Допустим, все хотели получить лицензии на пожарную, вот на выполнение пожарной безопасности работы. После хромой лошади за феноменально короткий срок был издан новый указ, в котором теперь вот этот протокол состояния пожарного выдают частные фирмы. Все это превратилось в бардак. Вот, с одной стороны, это круто, то есть, я эти протоколы, я лично эти протоколы выписываю, проверяю пожарную безопасность. То есть, на месте инспектора, то, что делал раньше инспектор, теперь делает такой вот инспектор, как я от частной компании. Все понятно, но у нас народ боится только палки, понимаете, палки и клетки, все. То есть, когда к нему приходишь с мирной, это, и говоришь, что нужно выполнить такие-то требования, и у вас будет правильно, они так смотрят на тебя. А ты кто? Чтобы нам говорить, что-то там. У нас все хорошо, понял. Понял. И ты так, ты понимаешь, что ты чувствуешь себя Робин Гудом каким-то, или как он там называется, человек, или, а, Дон Кихот, ладно бы Робин Гуд, Дон Кихотом, который борется с какими-то ветряными мельницами. То есть, с одной стороны, непонятная пожарная часть, которая инспектора, которая, применив вот эти все законы, они отдалили инспекторов. Раньше инспектор, как модно говорить, был, каждый инспектор был на своей земле, и он доил, там, что-то творил, крутил, мутил со всеми собственниками на этой земле. И вот собственникам это не нравилось. Теперь всех отпустили, никто никого не трогает, все хорошо. И что сделали собственники? Какой-то процент сознанок остался, людей сознательных, которые что-то о чем-то думают. Но появился процент огромный, который сказал, да нам это вообще не надо. Все. Ноль, точка, никому это не нужно. Вот, как бы так, не пришлось бы нам поплакать, друзья, за новые поправки этой новой конституции. То есть, появляется соблазн, когда человек долго на посту, вот по мне, я бы лично отменил бы все выборы, вот внес бы вот эти поправки, а назначал бы президента и там других лиц государственных на основе опроса, или там, как обычных администраторов назначают. То есть, есть кандидатура, вот список этих кандидатур. Пожалуйста, что деньги-то тратят народные? Три миллиарда тратят на выборы, там вообще дикие суммы. Ну, сами выборы, это как бизнес, понимаете, проведение выборов, это бизнес. Вот и все. То есть, а еще лучше сделать торги. Может, кто-то за 50 тысяч рублей в месяц согласится быть президентом, а за по тридцатки на нос и кто-то в думе будет сидеть. Вот. Ну, все, друзья. Думайте, прежде чем идти голосовать. Надо об этом еще разбираться. Вот. Всем пока. Удачи.